Советские линкоры в промежутке между войнами. Этот цикл статей посвящается службе линейных кораблей типа «Севастополь» в межвоенный период, то есть в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами. Автор попытается разобраться в том, насколько оправданное было сохранение трех, в общем-то устаревших уже линкоров в составе морских сил РККА. Для этого необходимо будет определить круг задач, которые могли бы решать эти корабли, напомнить уважаемым читателям объемы модернизации, которые подвергся каждой из них, и, конечно, поразмыслить над тем, насколько эти модернизации были достаточны для выполнения указанных задач. Как известно, в наследство от Российской империи СССР получил четыре линейных корабля типа «Севастополь», из которых три находились в более-менее удовлетворительном техническом состоянии. Четвертый же линкор «Полтава», переименованный в 1926 году. Во Фрунзе стал жертвой сильного пожара, случившегося в 1919 году. Корабль при этом не погиб, но получил тяжелейшие повреждения. Огонь практически уничтожил три паровых котла, центральный артиллерийский пост, обе носовые боевые рубки, нижнюю и верхнюю, электростанцию и так далее. Как известно, в дальнейшем было много планов по его восстановлению в том или ином качестве, однажды даже приступили к ремонту корабля, забросив это дело через полгода, но в строй корабль так и не вернулся. Поэтому историю Фрунзе мы рассматривать не будем. Что же до Севастополя, Ганьгута и Петропавловска, то с ними дело обстояло так. Как известно, российский императорский флот так и не рискнул использовать линкоры типа «Севастополь» по их прямому назначению, так что в Первую мировую войну корабли этого типа не приняли участие в боевых действиях. Иное дело гражданская война. В годы гражданской. После ставшего знаменитым ледового похода болтфлота, линкор весь 1918 год. Простояли на якорях, при этом убыли их экипажа достигла катастрофических величин. Матросы расходились по фронтам гражданской войны, по речным флотилиям, да и просто расходились. В 1918 году. Финские войска осадили форт Ино, расположенный в 60 километрах от Санкт-Петербурга. Это было новейшее фортификационное сооружение, формирующее минно-артиллерийскую позицию непосредственного прикрытия города на Неве, имевшее на вооружении в том числе и новейшие 305 мм. орудия. Советское руководство желало оставить этот форт под своим контролем, но, в конце концов, подчинилось и указанию Германии, приказавшей сдать форт финнам. Впрочем, остатки гарнизона взорвали его перед уходом. Пока еще существовали планы удержать Ино силой, предполагалось, что в этом может помочь флот, но для боевых действий удалось укомплектовать только один линкор Гангут. Впрочем, кино он так и не вышел. Затем Гангут и Полтаву перевели к стенке Адмиралтейского завода, поставив на консервацию, где, собственно, Полтава изгорела. Затем, когда был сформирован действующий отряд кораблей, ДОТ, в него с самого начала был включен Петропавловск, а позднее Севастополь. Петропавловску даже посчастливилось принять участие в настоящем морском бою, состоявшемся 31 мая 1919 год. В тот день эсминец Азарт должен был провести разведку Копорского залива, но наткнулся там на превосходящие силы англичан и отступил к прикрывающему его Петропавловску. Британские эсминцы, в количестве 7 или 8 лет, устремились в погоню, и были обстреляны линкором, из расходовавшим в 16 раза 305 мм и 94 раза 120 мм снарядов, при этом дистанция падала до 45 кабельтов и даже менее. Прямых попаданий не было сказалось долгое отсутствие боевой подготовки, но все же несколько осколков угодили в британские корабли, и они почли за лучшее ретироваться. Повреждение линкора Петропавловск, полученное им в ходе подавления Кронштадтского мятежа. Петропавловск истратил 394 раза 305 мм и 940 раза 120 мм снарядов, а Севастополь 375 и 875 снарядов тех же калибров соответственно. Оба линкора получили повреждения от ответного огня, так, в Севастополь попал 1 раза 305 мм и 2 раза 76 мм снаряда, а также авиабомба, причем разрывы снарядов вызвали пожар. На корабле погибло 14 чел. И было ранено еще 36. Возвращение в строй. Как уже было сказано выше, Петропавловск получил повреждения только в ходе Кронштадтского мятежа, а Севастополь в дополнение к этому еще и от Красной Горки. Полным перечнем повреждений автор, к сожалению, не располагает, но они были сравнительно невелики и позволяли сравнительно быстро вернуть линкоры в строй. Однако на их возвращение самое негативное влияние оказала совершенно плачевная финансовая ситуация, в которой находилась Советская Республика. В 1921 году был утвержден состав РККФ, причем на Балтике планировалось оставить в строй из боевых кораблей только один дредноут, 16 эсминцев, 9 подводных и 2 канонерские лодки, 1 минный заградитель, 5 минных катеров, 5 тральщиков-миноносцев и 26 тральщиков. При этом начальник морских сил РККС. Панциржанский в своем обращении морякам от 14 мая 1922 год объяснял, что единственной причиной стало сильнейшее сокращение военных расходов, вызванное исключительно серьезными финансовыми затруднениями. В 1921-1922 годах. Дело дошло до того, что даже столь урезанный состав флота невозможно было обеспечивать ни топливом для выхода в море, ни снарядами для учебных стрельб, а личный состав РККФ был сокращен до 15 тысяч. Марат и Парижская коммуна, 1925 год. Надо сказать, что в этот период задачи линкоров в РККФ еще не были сколько-то ясно сформулированы по той простой причине, что пока еще не было определено задачи для РККФ в целом. Обсуждение военно-морской концепции СССР началось в 1922 году, с дискуссии какой РСФСР нужен флот, но на тот момент окончательных выводов сделано не было. Теоретики старой школы, приверженцы сильного линейного флота, с одной стороны, не желали отступать от классической теории владения морем, но с другой стороны, и они понимали, что создание могучего линейного флота в текущих условиях совершенно утопично. Поэтому дискуссии не дали особого результата, и вскоре свернули на безусловно важные, но все же вторичные вопросы взаимодействия разнородных сил, то есть надводных кораблей, авиации и подводных лодок. При этом важнейший постулат о необходимости сбалансированного флота на тот момент почти никем не оспаривался, хотя сторонники исключительно москитного флота были уже тогда. Безусловно, моряки уже тогда предлагали задачи, которые должен будет обеспечивать в ближайшее время флот. Например, заместитель начальника и комиссара морских сил РККФ Галкин в РИА начальника штаба РККФ Васильев в докладе командования морских сил председателю РВС СССР МВ. В Фрузии о состоянии и перспективах развития аркфлота предлагали для Балтийского флота. 1. В случае войны с Большой Антантой обороны Ленинграда и обеспечения операций против Финляндии и Эстонии, для чего требовалось полное владение финским заливом до Меридиана О. 2. Линкор «Марат». Таким образом, в 1926 году три балтийских линкора вернулись в строй и необходимость их для флота никем не оспаривалась. Однако уже в следующем, 1927 год, встал вопрос об их масштабной модернизации. Дело в том, что, хотя те же Галкин и Васильев считали, что наши линейные корабли, типа «Марат», несмотря на десятилетнюю давность со времени постройки, все же представляют единицы современного порядка, но многие их недостатки, в том числе в отношении бронирования, слабости противоаэропланной артиллерии и защиты от подводных взрывов вполне осознавалось. Планы модернизации. Надо сказать, что вопросы модернизации линкоров типа «Севастополь» тоже вызвали весьма оживленную дискуссию. Основные акценты направления модернизации были расставлены на особом совещании, состоявшемся 10 марта 1927 года под председательством начальника морских сил РККА РА Муклевича. В основе обсуждения лежал доклад видного военно-морского специалиста ВП Римского Корсакова, отмечавшего многие недостатки линкоров типа «Севастополь» и способы повышения их боеспособности. В целом же совещание пришло к следующим выводам. 1. Бронезащита линкоров совершенно недостаточно и требует усиления. Полностью устранить этот недостаток нельзя, но оптимальным решением стало бы доведение толщины одной из броневых палуб до 75 мм. Отмечалась также слабость 76 мм крыши 75-152 мм барбетов башен главного калибра. 2. Дальность стрельбы была признана недостаточной, и ее, по мнению ВП, римского Корсакова следовало довести до 175 кабельтовых. В этом случае дальность стрельбы «Севастополей» на 2,5 мили превзошла бы таковую у лучших британских кораблей типа «Куин-Элизабет». На тот момент специалисты считали, что она достигает 150 кабельтов. На самом деле, это было несколько преждевременное суждение, потому что первоначально башни линкоров этого типа обеспечивали угол возвышения 20 град, что позволяло стрелять только на 121 кабельтов. Впоследствии угол возвышения был увеличен до 30 град, что дало возможность британским линкорам стрелять на 158 кабельтов, но это случилось уже в 1934-36 годах. ВП. Римский Корсаков предлагал два возможных способа увеличения дальности стрельбы – создание облегченного, порядка 370 килограммов, снаряда, снабженного специальным баллистическим наконечником, или же значительно более серьезной работы по модернизации башен, с доведением углов возвышения до 45 град. Последнее, в теории, должно было обеспечить дальность стрельбы классическими 470,9 килограмма снарядами в 162 кабельтово, и облегченными до 240 кабельтовых. 3. Рост дальнобойности орудий главного калибра и увеличение дистанции боя должны были быть обеспечены соответствующими улучшениями системы управления огнем. На линкоры следовало установить новые, более мощные дальномеры, и разместить их выше, чем это было сделано в исходном проекте. Кроме того, линкоры следовало обеспечить самыми современными приборами управления стрельбой, какие только можно было получить. Также было сочтено необходимым оснастить линкоры по меньшей мере двумя гидросамолетами-корректировщиками. 4. Помимо дальности стрельбы, главный калибр нуждался также в росте скорострельности, как минимум в полтора, а лучше в два раза. 5. Противоминный калибр, 120 мм орудия, размещенные в казематах сравнительно невысоко над уровнем моря, и имеющие дальность стрельбы до 75 кабельтовых считались устаревшими. ВП. Римский Корсаков ратовал за замену их на 100 мм орудия, размещенный в двух орудийных башнях. 6. Также требовалось качественно усилить зенитную артиллерию. Впрочем, ВП. Римский Корсаков отлично понимал, что усиление противоминной и зенитной артиллерии носит только рекомендательный характер, так как подходящих артсистем у флота и у промышленности просто не было. 7. Мореходность линкоров также была сочтена недостаточной, чтобы решить этот вопрос, рекомендовалось тем или иным способом увеличить высоту надводного борта в носу корабля. 8. Уголь как основное топливо линкоров был всеми участниками совещания сочтен полнейшим анахронизмом. О переводе линкоров на нефть участники совещания говорили как о деле решенном. 9. А вот о противоторпедной защите линкоров однозначного решения принято не было. 10. Дело в том, что отказ от угля и от защиты, которую обеспечивали угольные ямы, снижали и без того откровенно слабую пытазию линкоров типа «Севастополь». 11. Положение могла спасти установка болей, но тогда пришлось бы смириться с уменьшением скорости. 12. А на это участники дискуссии не были готовы решиться. Дело в том, что скорость считалась одним из важнейших тактических преимуществ линкора. Понимая, что «Севастополе» по совокупности боевых качеств серьезно проигрывают современным иностранным 21-узловым линкорам, моряки рассматривали скорость, как возможность быстро выйти из боя, если обстоятельства будут складываться не в пользу РККФ, а такое, по понятным причинам, представлялось более чем вероятным. 10. Кроме всего вышесказанного, линкоры нуждались в таких мелочах, как новые радиостанции, противохимическая защита, прожекторное устройство и многое другое. Иными словами, участники совещания пришли к выводу, что линкорам типа «Севастополь» для поддержания их боеспособности требуется весьма и весьма глобальная модернизация, стоимость которой, в первом чтении, была приблизительно определена как 40 миллионов. Рубль. На один линкор. Очевидно, что выделение средств в таком размере было крайне сомнительным, почти невозможным делом, и потому эра. Муклевич распорядился, наряду с глобальной, проработать и бюджетный вариант модернизации линкоров. При этом переход на нефтяное отопление считался обязательным в любом случае, а скорость, очевидно в случае установки булей, не должна была снижаться менее 22 УС. Продолжение следует.